Один из самых простых способов дольше оставаться в постели, это просто правильно выбирать позы для секса. Большинство проблем с выносливостью, с которыми сталкиваются мужчины, частично связаны с неправильным выбором позиций, которые слишком быстро выводят вас из равновесия. Именно поэтому в сегодняшнем видео я хочу показать вам 9 лучших сексуальных поз, которые гарантированно повысят вашу выносливость и помогут вам дольше продержаться в постели. Эти позы не только помогут вам отсрочить собственную кульминацию, но и улучшат ощущение вашего партнера. К сожалению, большинство мужчин не знают и половины этих приемов. Не смотрите до самого конца. Вы не должны пропустить... Меня зовут Марни. Каждую неделю я буду делиться с вами информацией о том, чего на самом деле хотят женщины, а не о том, чего они хотят по их словам. А также об эффективных методах завоевания любой девушки, которая тебе понравится. Так что жми на кнопку подписаться прямо сейчас, чтобы никогда не пропустить ни одного видео. Хорошо, давайте начнем. Итак, во-первых, я хочу начать с того, что знание этих сексуальных поз даст вам огромное преимущество, когда вы войдете в спальню с любой женщиной. Не только потому, что это поможет тебе продержаться дольше, но и потому, что у тебя появится уверенность в себе. Зная это, ты вряд ли быстро сдашься. А когда ты уверена в себе, это просто делает тебя лучшим любовником. Знание того, какие позы ты хочешь попробовать, как в них входить и как наслаждаться ими, сделает тебя лидером в спальне. А женщина это чрезвычайно возбуждает. На самом деле, лидерство – это то, чего женщины жаждут больше всего в постели. Большинство женщин хотят расслабиться и позволить мужчине взять на себя ответственность. И если ты сможешь это сделать, то она определенно прекрасно проведет время с тобой и будет стремиться вернуться. Теперь то, что определяет, поможет ли тебе поза для секса продержаться дольше или нет, сводится к одному важному фактору, а именно – глубина и напор. Проще говоря, тебе нужна поза, которая обеспечивает относительно неглубокое проникновение, поскольку глубокие толчки, подобные тому, что ты делаешь в стиле Доги Старли, могут довести большинство парней до крайности, потому что это так приятно. Помимо всего прочего, очень полезно выполнять позы для секса, которые поощряют медленный и устойчивый секс, а не быстрые движения. Честно говоря, я имею в виду, что никто по-настоящему не любит быстр, по крайней мере, не все время. И, наконец, наилучшие позы также должны быть относительно легкими для принятия и поддержания, чтобы это не нарушало ход вещей в спальне. Учитывая все это, вот список, который я составила из девяти лучших сексуальных поз, которые помогут вам продержаться дольше и доставят истинное удовольствие вашему партнеру. Начнем с... Это довольно стандартная игра для начала. Итак, вот как ты это делаешь. Ты удобно ложишься на спину, позволяешь своему партнеру взобраться на тебя сверху, оседлать твои бедра, а затем ты вводишь свой пенис из этого вертикального положения. И она тогда как наездница или как на мече. Так как же это может помочь? Ну, во-первых, это самая легкая поза для мужчины, поскольку все, что вам нужно сделать, это лечь. Во-вторых, эта поза ограничивает вашу способность быстро и энергично выполнять толчки, что приводит к более медленному сеансу. И, наконец, эта поза, естественно, включает в себя интенсивную стимуляцию клитора, что отлично подходит для нее, но не слишком возбуждает тебя. Так что тебе стоит попробовать идеальную ленивую позу. Два ложкой. Итак, оба партнера ложатся на бок, прижимаясь передней частью к ее спине, как в позе обнимашек. Итак, ты большая ложка, а она маленькая ложка. И ты просишь свою партнершу немного раздвинуть ноги, а затем находишь рукой ее влагалище и входишь в нее сзади. Вот как это помогает. Еще раз повторяю, эта поза довольно проста. Поглаживания, доступные вам в этой позе, будут очень короткими. Я удерживаю тебя от тех длинных диких толчков, которые просто толкают мужчин через край. А короткие толчки нацелены на ее точку G, что делает их великолепными для нее. И подумать о том, чтобы стимулировать ее клитор пальцами. Если у тебя хорошая координация движений, это было бы здорово. Это, скорее всего, доведет ее до оргазма. Если ты сделаешь все правильно и не будешь торопиться. Три. Сидя бок о бок. Вот как вы это делаете. Это похоже на обнимание ложкой. Но на самом деле вы и ваш партнер стоите лицом друг к другу. Так что ложитесь на бок лицом к лицу. Ваша партнерша поднимает свою свободную ногу и обхватывает ею ваше бедро, предоставляет доступ вашим бедрам к ней. И потом причина, по которой это помогает, заключается в том, что, как и ложка, эта поза также поощряет неглубокое проникновение, которое не допускает сильных толчков. Ты видишь здесь тенденцию. Так что это также очень полезно для интимной близости. И вы даже можете целоваться или просто сделать небольшой перерыв и восстановить связь друг с другом в этой позе. Однако для достижения правильного угла наклона может потребоваться небольшая манипуляция бедрами. А теперь мы перейдем к следующей позиции. Четыре. Крест. Так что вот как вы это делаете. Один. Оба партнера должны лежать на спине так, чтобы их торс находился под углом 90 градусов к вашему торсу. Ее ноги перекинуты через ваши бедра, а ягодицы выставлены вперед. Так что наклонитесь вперед и войдите в нее. Эта поза похожа на букву Х. Отсюда и название. И вот почему это так эффективно. В этой позе у тебя не так много возможностей, поэтому никаких глубоких толчков. Пять. Ленивая собака. Вот как это сделать. Стиль Доги Стайл лучше всего использовать в качестве завершающего этапа во время секса. Потому что мужчина контролирует глубину и импульс толчков со своей стороны. Плюс отличный обзор. Это почти невозможно выдержать долго. Однако ленивая собака это небольшой поворот в стиле Доги Стайл, в котором вы оба ложитесь на нее сверху. Так что думай об этом как о миссионерской позе, когда твой партнер переворачивается как ложка, но лицом вниз. Глубина толчка, доступная тебе, значительно уменьшена по сравнению с обычным стилем Доги Стайл. Это позволяет тебе получать удовольствие от стиля Доги Стайл без интенсивной стимуляции, которая быстро возбуждает большинство мужчин. Единственная проблема заключается в том, что определить, куда поставить свои колени, может быть непросто, а также расположить наши бедра под правильным углом к твоим бедрам, чтобы ты действительно мог войти в нее. Большинство женщин опускают бедра ниже, чем это необходимо, потому что иногда это может причинить боль. Поэтому вам, возможно, придется потратить некоторое время на то, чтобы найти правильное положение бедер. Но как только вы это сделаете, удерживать это положение будет очень легко. Шестичка сверху. Это очень просто. Все это очень просто. Очень просто. Аналогично позе наездницы, женщина забирается на тебя сверху, но ложится грудь к груди, как в перевернутой миссионерской позе. Таким образом, эта поза позволяет женщине глубоко охватить ваш пенис, ограничивая при этом вашу способность к толчку. Это позволяет ей наслаждаться глубоким ощущением наполненности, и она может тереться от твой ствол без резких толчков, которые заставляют тебя терять контроль. Так что, как и у пастушки, это тоже ленивая позиция, поскольку ей приходится выполнять большую часть работы. Возможно, мне не стоит рассказывать тебе об этих вещах, потому что я не хочу, чтобы всю работу выполняли женщины. Общательно общайся с ней, если ты приближаешься и хочешь, чтобы она сбавила обороты или сделала перерыв. Общение играет ключевую роль во время секса. Семь, сидя на стуле, как следует из названия, примите эту позу на стуле. Пусть она встанет к тебе спиной, а затем опустится в сидячее положение к тебе на колени, проникновение относительно глубокое, но без долгих или быстрых толчков. Так что она получит от этого полное удовольствие, но ты не потеряешь контроль и не сорвешься. Сидячее положение также относится к категории поз для ленивого секса. Так что это простое упражнение. Еще раз повторяю, если вы приближаетесь к оргазму, сообщите об этом своей партнерше и попросите ее сбавить обороты. Восемь миссионерской работы без проникновения. Итак, вот что нужно сделать. Ложись сверху на свою партнершу, как в обычной миссионерской позе, но не проникая в нее. Вместо этого потирай тыльной стороной своего пениса ее вагинальные губы или клитор. Это как бы подразнивание. Сейчас ты можешь задаться вопросом, в чем смысл этого. Но на самом деле это фантастический трюк, позволяющий стимулировать ее, не переусердствуя при этом с самим собой. Большинству людей никогда не приходит в голову попробовать эту форму внешнего курса. Но это может быть огромным благословением для мужчин, которые быстро заканчивают. Ощущения сосредоточены на менее чувствительной задней части вашего пениса, а не на передней части ствола и головки, откуда исходит наибольшая оргазмическая стимуляция. Таким образом, шансы на то, что ты быстро кончишь, значительно снижаются. С другой стороны, ей это очень нравится, потому что она может довольно энергично тереться о ствол, и это очень приятно для женщины. Итак, наконец-то мы перейдем к последней позиции в этом списке. Девять. Позиции шлифовки. Миссионерская поза – это одна из самых простых поз, в которой можно потерять контроль, потому что ты делаешь все толчки и имеешь доступ к глубокому проникновению. Но как и миссионерская поза без проникновения. Растирающая миссионерская поза добавляет ей изюминку, требуя, чтобы ты засовывал свой пенис глубоко внутрь и оставлял его там, пока ты растираешь свой член. Бедра прижимаются к ее бедрам. Так как же это может помочь? Ну что же, без длительных резких толчков легче уберечь свой пенис от чрезмерной стимуляции. Тем временем твоему партнеру понравится растирание спереди, потому что оно трет ее, полностью заполняя, так что это отличный опыт для вас обоих. И самое приятное, что все знают о миссионерской позе. Это очень просто сделать. И это завершает список потрясающих сексуальных поз, которые помогут вам продержаться дольше. И они должны помочь вам максимально увеличить время вашего пребывания в спальне, полностью удовлетворяя вашего партнера. Но в любом случае, большое тебе спасибо за просмотр этого видео сегодня. Я надеюсь, что оно показалось тебе полезным. И как всегда, мы снова увидимся на следующей неделе.